Оськино. Село в Хохольском районе Воронежской области России. Административный центр и единственный населенный пункт Оськинского сельского поселения. Возникло во второй половине 17 века. По документам известно с 1682 года. Тогда группа крестьян, захватившая землю Борщевского монастыря, по царскому указу была с земли изгнана и поселена в ряде сел, в том числе и в Оськино. В конце 17 века по дороге из Воронежа проезжал русский царь Петр I. Дорога была опасная. Бродили банды Иосифа, наводя ужас на проезжавших купцов и на местных жителей. Иосифа вскоре выследили по приказу царя и поймали. Царь пообещал сохранить ему жизнь, если и Оська обеспечат на дороге порядок. Поселился Иосиф в лесу у обочины дороги вместе со своими сподвижниками. Стал охранять и караваны купцов с товаром и проезжающих крестьян. И его именем, как гласит легенда, назвали село Оськино. Изначально в селе было 50 дворов и проживало в них 150 человек. Село жило, развивалось. Среди документов многих архивов, рассказывающих о борьбе крестьян Черноземья против крепостного права, есть интересные сведения о прошлом села Оськино. По этим документам можно проследить, что за родышем Пугачевского восстания явились выступления крестьян под руководством народных вождей, которые выдавали себя за царя Петра Федоровича. Одним таким крестьянским царем объявил себя беглый Гаврила Кремнев. Под его руководством в 1765 году в Костенском, Каратаякском, Воронежском уездах прошли волнения однодворцев. Гаврила Кремнев служил солдатом 12 лет, бежал оттуда в 1765 году. Кремнев видел, что ему верят крестьяне, поддерживают его. Он приказал называть себя надежей государем и объявил, что он государь Петр Федорович и едет осматривать села. Огромный успех Кремнев имел в Россошках, ныне Репьевский район, и в селе Оськино, бывший Каратаякский уезд. Церемония приема с целованием ног и рук, приведением к присяге крестьян, попы пели многолетие. Успех, который имел Гаврила Кремнев, встревожил власти. От каратаякского бригадира Зорина харьковский губернатор получил тревожное донесение. В донесении было сказано, что 1 декабря 1765 года в селе Оськино появился человек, объявивший себя императором Петром Федоровичем. Вместе с ним важные сановники, вельможа Румянцев и боярский сын Краснощеков. Крестьяне села Оськино встретили царя восторженно, и вскоре с окрестных сел и деревень стал стекаться народ. Успех Кремнева не на шутку напугал власти. Когда о его появлении узнали в городке Урыв, то в Оськино немедленно направили полицейский отряд с тем, чтобы арестовать оного злодея-самозванца и его приспешников. В селе блюстители порядка натолкнулись на серьезное сопротивление. Крестьяне с дубинками набросились на них и обратили полицейских в бегство. К сожалению, этому самозванному вождю не удалось поднять восстание. По дороге в Воронеж он был арестован, а затем был сослан в Нерчинские рудники. В 1872 году в Оськино была построена деревянная Николаевская церковь. В архивных документах находим, что первая школа была открыта в Оськино в 1885 году. Строилась она на средства уездного земства. В школе было три классных комнаты, в каждом классе по 50 учеников. Так за школой закрепилось название «Земская школа». В 1900 году в Оськино имелось три общественных здания, земская школа, 24 витряные мельницы, рушка, кузница, трактир, пять мелочных лавок. Установление советской власти происходило в начале 1918 года. Село Оськино входило в Каратаяхский уезд. Это был один из самых отсталых уездов Воронежской губернии. На 100 крестьянских хозяйств приходилось всего 15 плугов и меньше одной сейлки. В основном господствовала саха. В уезде было засилье эсеров. Партийная ячейка была небольшая и вела работу в основном среди солдат 20-го пехотного полка, расквартированного в Каратаяхе и уезде, в том числе и в Оськино. В Оськино была создана земельная комиссия, которая провела перераспределение земли по душевому признаку. Весной 1918 года в стране обострилась обстановка с заготовкой хлеба. Надвигался голод. Правительство ввело государственную монополию на продажу хлеба и установило твердые цены на него. Для заготовки хлеба были созданы продовольственные отряды. 11 июля 1918 года был создан комитет бедноты. Появился он и в Оськино. Его председателем был избран Попов Иван Терентьевич. В 1919 году комитет бедноты слился с советом. Тяжелым бременем легла продразверстка на плечи крестьян. Далеко не все оськинцы могли сдавать хлеб. В село присылали представителя уездного комитета партии, который организовал спецотряд. И продразверстка выполнялась принудительно. Найденный у крестьян хлеб изымался, а у зажиточных крестьян конфисковывалось имущество, и их лишали свободы. В конце 1929 года среди оськинцев стали расползаться слухи о том, что землю отберут и не дадут развивать свое подворье. Земля, скот, орудие труда – все будет общим. Слухи стали реальностью. Правительство объявило о проведении сплошной коллективизации. В селе крестьяне разделились на две группы – кто побогаче и кто победнее. Основную массу крестьян составляли середняки. В селе сплошная коллективизация 1930 года. Руководил созданием колхозов районный комитет партии. На территории нашего села было организовано 8 колхозов. Весной 1930 года в колхозы вступили лишь 20% всех хозяйств. Остальных записали в колхоз принудительно. В 1931-1932 годах применялись самые жестокие меры к зажиточным крестьянам, что в свою очередь вызвало открытое выступление против советской власти. Воськина начала действовать банда Уразова, которая всячески вредила и колхозам, и советской власти. В 1935 году воськина пригнали первый трактор. Первым трактористом был Тулинов Стефан Тимофеевич. Но землю в основном продолжали обрабатывать на лошадях. Косили и вязали снопы вручную. Нажим сверху не приносил успеха в коллективизации воськинских крестьян. Они не хотели расставаться со своей землей. Прятали семена, уничтожали скот. Середняков и даже бедняков, не вступивших в колхоз, объявили классовыми врагами, подкулачниками. Крестьяне уходили в лес и оттуда ввели борьбу против советской власти. В борьбе против уразовской банды поднимались и комсомольцы, и коммунисты. Год от года жизнь на селе налаживалась. Основная масса крестьян была в колхозах. Люди не мыслили жить по-другому. Женились, рожали, растили детей, радовались и огорчались. Это были мирные годы мирной жизни. Но мирный труд оськинцев, как и всех советских людей, был прерван ранним летним утром. И это было 22 июня 1941 года. 466 оськинцев ушли защищать родину. Из них 243 человека не вернулись домой, спали сражений. Среди них герой Советского Союза Павел Гуревич Неживенко. Именем которого названа одна из улиц села. С уходом мужчин на войну все рабочие места заняли женщины, старики и подростки. Страна превратилась в единый боевой лагерь. К лету 1942 года фронт приблизился к Дону. Враги пришли в село. Это были мадьяры. Они вырубали сады, а жителей села выгнали из своих домов, погнали в сторону Россошек в Курскую и Белгородскую области. В декабре 1942 года Советская армия начала подготовку к Острогорско-Рассашанской операции, частью которой стали действия на Урыво-Сторожевском плацдарме. В результате успешно проведенной операции село Оськино было освобождено от фашистских захватчиков 15 января 1943 года силами 253-й стрелковой бригады. В братской могиле в центре села захоронено 46 бойцов этой дивизии, погибших при освобождении села Оськино. Село находится на стыке Острогорского, Ребьевского и Хохольского районов. Почва обыкновенный чернозем с пятнами солончаков. Из полезных ископаемых найдены запасы гончарной глины и известняка. Археологические раскопки близлежащих мастюгинских курганов, архангельского, борщерских городищ, различные находки, каменный молоток, зуб мамонта свидетельствуют о древности заселения этих мест. В настоящее время в селе Оськино имеются сельскохозяйственные предприятия Оськино Агра, средняя школа, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение. Есть музей, который создан работниками культуры и селянами. В нем собраны работы местных мастеров гончарного дела и других видов прикладного искусства. В музее собраны старинные монеты сельского быта, который представляет сегодня интерес и является памятью, оставленной нашими предками. На данный момент в селе проживает 684 человека.